Другие эксперты, которые приедут через месяц, через два процента из пивноты, они тоже будут говорить, собственно, о том же, но можно с какого-то своего ракурса и хочется, чтобы их работа началась с какого-то среза, с еда, которую мы сделали. Давайте начнем, может быть, с вопросов ответов, которые по глазам всем думали, искали. Кто-то прокомментировать, спросить, уточнить, а потом мы все-таки опять танимся на месте. С чего мы можем начать этот процесс изменения? В процессе изменения лучше всего начинать какими-то маленькими шагами, маленькими попытками, какими-то тестовыми версиями, и так постепенно, постепенно трансформировать это пространство. Мы давайте сначала с вопросов. Какая цель поселиться вот от нас сегодня, что бы мы сделали? Делать высказывание. В музее появилось высказывание. Возможно, кто-то сформулирует, а, возможно, уже сформулировал какой-то маленький текст, который можно произвести в экспозицию. Кто-то может попытаться провести не экскурсию, не экскурсию, а какой-то вариант, как может выглядеть экскурсия в музее, который рассказывает историю. Он не просто пересказывает факты, собранные из разных учебников, которые начинают говорить человеческим языком. То есть, чтобы с нами разговаривали посетители уже человеческим языком и делились своим опытом, потому что это очень ценно, потому что с кем-то делиться, как не с музеем. Человек – это, собственно, какая-то функция, которую можно просто обслужить и не морочиться. А тут человек начинает быть человеком. Какой-то новый формат экскурсии с рядовым гражданином. Да, если так проще, может быть, попробуем таким образом. Каждый рассказывает свою историю. У нас есть проект, который имеет документальную часть. Юрий снимает. То есть, практически, это тоже будет зафиксировано. Это тоже пространство проекта. Возможно, мы попытаемся таким образом с личной историей. То есть, попытаться начать вход в музей с личной историей. Именно тот ключик, наверное, так обращаюсь, когда ты рассказываешь, почему я здесь, вот оно здесь, почему для меня ценно все, что здесь есть, что я хочу и что мы видим, как я отношусь к тому, что мы видим. Это тоже вариант вот такого раскодирование большой истории, которая, кстати, синонимом обреченности и превращение ее в историю, как историю, способ рассказывания, способ высказывания. То есть, высказывание, это уже совсем другая ценность. Высказывание – это ценность самореализации, это ценность, что вы видите в развитии. Давайте попытаемся… Как привязан к вчерашнему проекту? Ну, в идеале, да. То есть, если у кого-то есть, может принести к своему проекту уже некий, так сказать, прототип, что называется, да, даже какой-то ресничек. Можно совместно придумать какой-то, ну, допустим, может быть, что-то, ну, как вариант, не знаю, черников на каждом стенде, что-то рассказывать в самый интересный момент. Или это кто-то другой писал шрифт. Это совместное что-то или каждый вариант? Ну, в идеале же я в идеале вижу так, чтобы это было развитие той линии, которую мы проводили все их людьми, и чтобы это было обращение к тем проектам, которые мы уже проговорились, формулировали на уровне вес. То есть, идеален. Ну, возможно, как расширение, все равно есть в любом проекте, есть его презентация. Все равно есть этот момент встречи, есть момент первых слов, которые говорится. Какими не музея, а посетители, но очень важно, какими они будут, как это рассказывать будут. Так, спасибо. Спасибо.